Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей Тель-Авивской студии, как всегда, замечательные гости, замечательная журналистка, советник Павера Тель-Авива Илана Михаэля и выдающийся израильский журналист Лазарь Данович. Добрый день, друзья! Я почему сказал выдающийся журналист Лазарь Данович, потому что поводом для нашего разговора послужил пост в фейсбуке твой Лазарь, который я увидел, как всегда, блестящий, а параллель ты проводил с нашей действительностью, с израильской. У нас произошел скандал, конечно, не такой, как в Вашингтоне на днях, но тем не менее скандал. Премьер-министр пришел на торжественную вакцинацию миллионного израильского гражданина. Вакцинация была в арабском Умульфахме, был арабский гражданин привит миллионной прививкой, потом оказалось, СМИ раскопали, что у него уголовное прошлое и прочее, прочее, прочее. Но поблагодарили, премьер-министр выступил, уехал, объясняли потом, что это в рамках нашей демократии израильской, ничего там такого нет. Так, может быть, тетки Лазарь, я с тебя начну все-таки. Хорошо, что миллионному привитому не вручили ключи от квартиры или там наградной пистолет или, не знаю, там, путевку в Трусковец. Кто поедет в Трусковец. Да-да-да. Видите ли, в общем-то меня распирало чувство гордости за нашу демократию и за все остальное. Просто распирало. Прививки проводят несколько больничных касс, как у нас называются системы здравоохранения. Вот, как ухитрились они так быстренько свести в единый список и точно узнать, что вот будет миллионный и именно там. Хотя в 350 точках страны проводятся. Совершенно верно. Значит, все-таки порядок очень есть большой и образцовый. Раз так мгновение ока определи, вот здесь в этом, в одном из 350 участков у нас будет миллионный гражданин. Маленький штрих. Когда этому миллионному человеку сообщили, чтобы он пришел на выявку, что он будет миллион, он вначале понял, что он выиграл миллион в лотерее. Да-да-да, было и такое, да. Но почему бы и нет. Человек настрадался. Да. У него то ли 14, то ли 20 лет общего, несколько ходок в сумме. Конечно, он стал... Но правда 30 лет назад. Да, он стал на путь исправления и он уже последние 30 лет никуда не садился. Ну, ладно, честно говоря, ну хорошо, но есть и такие люди, ну мало ли. Но меня потрясло, что это так все совпало. Вот так все совпало, что это и Ум-эль-Фахм, и это буквально через парочку дней после достаточно близких общений господина Нитаньяго с господином Мансуром Аббасом, представителем исламского движения и одним из лидеров одной из арабской партии, входящей в объединенный арабский список Кнессета. Вот. И все это так вот своевременно, вот как роман-мать. Понимаете, все своевременно, как роман-мать. И я по этому поводу, ты упомянул то, что я накорябал в фейсбуке, это правда была, я не Довлатов, и у Довлатова это я не спер. Вот. И более того, это было даже до того, как он опубликовал свою повесть «Компромисс». А было это в середине 80-х годов, когда наш город, город уже к тому времени был достаточно давно миллионником, вот, но прироста большого не было, как хотелось бы, потому что миллионником он стал за счет массовой эвакуации во время войны, затем за счет пожирания и поглощения близлежащих городов и деревень. Это пруфа. Расширялся. Это уфа. Вот. Стал миллионником, а большого прироста потом не было, ну и надо было какие-то пропагандистские, в том числе, усилия предпринимать и к этому. И вот вызывают меня редакторы, говорят, пойдешь в такой-то роддом делать репортаж о том, что у нас родился миллион сто тысячный гражданин. Естественно, он родился в интернациональной семье, где мама была наполовину татарка, наполовину русская, а папа был башкир. Естественно, папа был родом из сельской местности, мама была городская. Папа был членом КПСС, мама была комсомолкой, видимо. Нет, вряд ли она была комсомолкой, потому что они уже были не слишком юные, у них уже был ребенок, дочь, кроме этого юбилейного мальчугана. Ну, все сходилось, кроме одного, у них не было квартиры, они жили в однокомнатной квартире какого-то полубарачного послевоенного типа домов. И, естественно, полагалось им за то, что они оказались вот этими. Их утверждали недели 3-4, как потом мне стало известно. Это шло по инстанциям, от райсполкома к райкому, от райкома в горком, в горосполком, обком должен был быть в курсе тоже, все проверялось, все, не дай бог там родственники на оккупированной территории или кто-то в плену был. Нет, нет, все, все нормально, отцы воевали, деды воевали, все было вот, ну, не придерешься, такие хорошие, милые такие люди. Вот, пока мы, значит, ждали, репортеры ждали вот этого команды ФАС, этих людей, мы, естественно, познакомились с этим парнем, мы разговаривали с ним. Он говорит, а квартиру-то мне когда дадут? А то только говорят и говорят, не бумажки, ничего, а сейчас мне его на эти 11 метров со вторым ребенком. Я и согласился-то, вы понимаете, уже, ну, что он будет, он рабочий человек, он будет перед нами тут. Короче говоря, мы все это описали, но кто-то из наших, кто оказался возмущенным, по-моему, кто-то с телевидения, потому что там жужжали и репортеры, и операторы, и так далее, кто-то взял и стукнул. Ну, сделал доброе дело, позвонил, то ли в обком, то ли в горком, сказал, вы что, человека за нас водите, сейчас же об этом прочитает миллионная аудитория и увидит, а он так и будет в этой вот комнатенке. В общем, мы специально с ним связались потом через пару месяцев с этим парнем, он сказал, спасибо вам, он считал, что это мы добились, журналисты, спасибо, да, прибежали с ордером, быстренько мы все собрали, все свои пожитки, и нам такую квартиру дали двухкомнатную, то есть двухкомнатную. Короче говоря, почему я все это рассказывал, и почему меня распирала гордость за Израиль, у нас-то обкома нет, но у меня есть некие соображения, которые я изложу сразу после того, как выступит моя коллега Илана. Илана, у меня к тебе вопрос, как принято у нас в Израиле говорить к Ватико, ты в Ватико, ты в эту страну приехал еще в то время, когда премьер-министром была Голдомейр, потом был Минахин Бегин и прочие известные товарищи, не читая нынешним, как принято считать. Вот в то время, на твоей памяти, было нечто подобное, чтобы было какое-то юбилейное событие с вручением юбилейных ключей от квартиры, либо от машины, либо еще от чего-то? Вот можно себе было представить в то время, хотя многие сравнивают сегодня тот Израиль того времени с социалистическим государством? Ну, во-первых, хочу сказать вам, что все же были свои плюсы, видимо, при советском строе, потому что в Израиле ни при каких обстоятельствах, я не помню, чтобы вручали кому бы то ни было ключи от квартиры, только за то, что он родил еще ребенка. И машину тоже не вручали, между прочим. И никакой обл.исполком помочь в этом не мог, потому что нет и все, не в этом же дело, абсолютно. Вот, конечно, ситуация достаточно сложилась щекотливая, я думаю, для советников Биби в итоге. Их обсмеяли ужасно вчера, есть такая замечательная программа на израильском телевидении, Рецнедер, чудесная страна, где показали, вот прям, как советник бегает, значит, Биби, и надо срочно привезти вот миллион двести сорок первого прибивающегося почему-то. Значит, приходит код несчастного, всклоченного человека, у него какая-то табличка, которую не видно в руках. Ему говорят, ну все, подходит арабская медсестра, сейчас мы тебя, значит, она такая с арабским акцентом, типа, теперь, ну, понятно, да, почему. А он говорит, а я вообще не прививаться пришел, а чего ты пришел? Он сразу поворачивает, я миллионный безработный, они пришел вон, приблидают к другому, притаскивают. Он там поворачивает табличку, я там миллионный бизнес, который банкротировал, ну и так далее, и так далее. Тогда привлокли нашу министра нынешнего транспорта, Мирю Регис, которая постоянная героиня, я обязана вам это рассказать. И Биби искала господина Таньяо, то есть тот, кто его играет, придется тебе привиться. А он смотрел на эту арабскую медсестру и говорит, минуточку, это как? Типа, что она мне, арабка, будет делать прививку? Ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, не буду все пересказывать, но то, что делают вот в этой передаче, является, собственно говоря, зеркальным отражением действительного мышления наших лидеров, а не той игры, в которую они хотят играть. И, кстати, о том, что, почему, как Лазарь, я внимательно прочла его замечательную статью, что кто-то написал, жаль, что не дали ему ключи от квартиры, или это ты написал? Он написал, Лазарь написал. А я на это отреагировал. Человеку уже 20 лет была государственная квартира, хватит хорошего понемножку. А то, что вообще они разыграли вот такую карту, конечно, это абсолютно не удивляет. Для этого есть пиарщики, для этого есть советники, просто советник немножко промахнулся. Он мог бы взять человека из того же города Омельфаха, только, например, какого-нибудь доктора, или кого-то там, или женщину-многодетную мать, ну, в общем, кого-то, да, они маленько промахнулись. Я полагаю, да, что это все из-за отсутствия облгур исполкома, через которое не прошло, значит, решение. Я полагаю, что совсем нет, совсем нет, это совершенно наоборот, я думаю. От чего, от нашего Еббеседа? Нет, 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 нет. Кто-то спецом? Спецом. Джабари. Во-первых, он сказал, что я всегда голосовал и голосую за Ликут. Да. Разве он сказал такое? Он сказал это. Боже, этому нет предела, честное слово. Он сказал это, когда ему приносили извинения корпорация КАН, то есть телерадиокорпорация Израиля. А за что извинения? Она извинилась перед ним за то, что ее корреспонденты написали, раскопали эту его уголовную историю, причем не точно, сказали, что он сидел за убийство. Оказывается, он сидел за два убийства. Он не сидел за убийство, он сидел за грабеж и за незаконное хранение и торговлю оружием. А теперь он встал на путь исправления благодаря благотворному влиянию Ликуту, за которую он голосует. Это было в конце 80-х, в начале 90-х годов. Не важно. Он сказал, что спасибо, что вы извинились, потому что это действительно не так. И он доказал, что это не так. И он сказал, что я рад голосовать за партию Ликут, потому что все правильно. Теперь, как нашли такое количество голосовавших Ликут в Умальфахме, я не знаю. Но, наверное, они есть. Хотя меня это... Ну, ведь по опросам об этом написали. Якобы сегодня у Биби Натанегу потенциал два мандата на воровском и все. Видимо, речь идет сейчас о ловле этих двух мандатов. Безусловно. Безусловно, это пиар-акция. Вот она получилась неловкая из-за халтурщиков-советников, которые точно так же, как те журналисты не проверили, так же и эти не проверили. Они не воспитывались в Советском Совете. Что-то не хочешь. Да. Я хочу, чтобы работали за такие деньги, с какими они работают, чтобы работали аккуратно. Откуда ты знаешь, за какие деньги они работают? Я знаю, за какие. Я работал в этой системе. Я тоже знаю. Да. Короче. Но есть мнение, причем оно достаточно высказано, что все наоборот. Что это не погоня за вот этими двумя-тремя мандатами, а совсем наоборот. Что это продолжение той же самой истории с Бениамином Нетаньягу, когда он на, не помню каких уже из наших выборов, на позапрошлых или позапозапрошлых. В 13-м году, если что. Нет, нет, нет. В 15-м. Нет, на нынешний. Чтобы арабы в автобусах? Арабы в автобусах возят. Нет, это было тогда. Ну вот видишь, у вас выборов очень много. Не суть ваша. Это, говорят люди, это продолжение того же самого фокуса. Напугать арабами. А сейчас это наоборот напугать арабов. Что, мол, детскими... Прививками? Нет. Что арабы скажут, ну если он приехал... Они все... Свои. Да. Что он нас... За кого он нас держит? Зачем мы этот спектакль? Раз уж это он, то мы вообще не пойдем голосовать. Это еще лучше. Да. Что вот этого, мол, он добивается. Чтобы вообще эту обезвредить, так сказать, эту часть. А вовсе не погоня за голосами. Но я все-таки думаю... Это оригинальная версия, которую я сейчас рассказал. Но она есть. Но я все-таки думаю, что это действительно мостик, который он уже сейчас строит для Мансура Аббаса. Надеюсь на победу на этих выборах и формировании правительства. И на то, что один из министерских постов, не знаю какой, но я думаю, что достаточно серьезный. По делам каким-нибудь арабского сектора. Да, какой-нибудь вполне, ну как сказать, органично ложащийся на характер исламского движения. Вот он предоставит господину Мансуру Аббасу. И для этого делаются вот такие шаги. Иногда очень неловкие, но в духе нашего балагана. Вот, Илан, как раз хочу насчет в духе нашего балагана. Может быть этот балаган, по всем уважению, вот мне, например, сегодня я получил письмо из Швейцарии от журналиста, коллеги, которые восхищаются Израилем, как мы великолепно наладили вакцинирование, как все в Европе восхищаются нашей замечательной стороной, нашим премьер-министром в том числе, как все это организовано, уже почти 2 миллиона вакцинированных. Я хочу все-таки о другом спросить, о некоем цинизме и пиар, скажем так, деятельности, тон, который задал сам премьер-министр, когда прививался сам. Вот эта вот церемония прививки премьер-министра, когда меня, например, возмутило. А говорят, без селфи не действует прививка. Да, я не об этом, там же снимали. И я не буду называть должность, не суть важно, кто ему делал прививку. Мужик в костюме. Это его личный врач. Пускай личный врач. Без перчаток, без маски. Я не видел, чтобы он руки продезинфицировал. Он сделал, премьер-министру, укол. Личный врач. Это как? Вот так. Потому что когда надо срочно слепить пирожок горяченький пиара... Ну, халатик ты хотя бы одел. Ну, не подумали. Я опять говорю, где советники, что с ними происходит. Они должны были учесть. Этот доктор должен был быть в халате, в маске, в перчатках. Кстати, по-моему, нашему министру здравоохранения тоже сделали... В тот же день. В тот же день. Рядом же и тоже без перчаток и без маски был тот, я не помню, кто ему, по-моему, угла брать в больницу или что-то такое дело. Тоже, значит... Ребята, какой пример вы подаете населению? Кстати, сегодня объявили, что пример министра температуры и кашель. Ну, вы знаете, я не могу это комментировать. Я, к сожалению, не знакома с его лечащим врачом. Я хочу вернуться еще раз только вот к этой замечательной истории с миллионным привитым. И вспомнить в связи с этим, что вообще вот в этом кино мы, люди, родившиеся в Советском Союзе, ведь были неоднократно. Начиная там от того, как мне рассказывал приятель, как он служил в каком-то гарнизоне, и там генерал велел выкрасить всю траву зеленой краской. Нет, это реально было. О том, как надо было писать срочно плакаты, о том, как надо было срочно петь песни. Мы все это знаем. Я тебе другое расскажу, извини, потому что раз уж ты вспомнила про зеленую траву, это было, да, и это знаменитое у нас было, когда я служил недолго, в Байко там был у нас полковник, который держал цыплят для того, чтобы этими цыплятами, извините, не к столу будет сказано, вытирать себе заднюю. Одна хор. Так вот, послушайте, я... И что с ним? Он после этого сносил яйца? Ну, нормально. Нормально, суть, по всему закону. Может быть, даже генерал, да генерал слился, не знаю. Боже, какой кошмар. Нет, я не знаю. Я только могу сказать, что в связи вот с происшествием я вспомнила, меня потянуло на разные передачи кино. Тогда просто туалет и бумаги не было. Ты же помнишь. Ну, может быть, папоротник был какой-нибудь. Какую-то мы интересную тему выбрали. В общем, был еще замечательно смешной когда-то израильский сериал, я не знаю, кто из вас видел, назывался Полищук. Да. Но это же классика. Вот этот Полищук, который не понял, как вообще он стал министром. И что ему теперь делать. И у него был помощник. И как они на ровном месте выкручивались, изобретали, врали, выдумывали, покрывали сами себя, когда же были прикрыты премьер-министры, там, и так далее, и так далее. Голобородько. Голобородько. Голобородько, да. Вот оно все, вот оно все повторяется, повторяется. У меня был когда-то приятель, который много лет тому назад, умный человек, который сказал мне, что вся наша жизнь, это повторение истории Ромео Джульетты. Я сначала его не поняла, потом я поняла, что он имел в виду. Всегда прокручивается в итоге тот же самый сценарий. С маленькими изменениями, может быть, но мы опять сегодня... Теория продвижных сюжетов. Да, мы сегодня свидетели опять, вот вам Полищук, вот вам все что угодно. И это не последнее, я думаю, это не последнее. Я вам еще одну историю, если извините... Напоследок. Напоследок, ну буквально. А напоследок я скажу. Ну, во-первых, я абсолютно согласен с советником, одним из лучших советников, одного из лучших мэров. Опа! Он поэтому и лучше. Да, что советники должны быть профессионалами. А наши, видимо, наш министерство, премьер-министр, главы правительства набирают их в маршрутках, раз они допускают такие ляпы. Ну, не совсем. Как раз наоборот. Ну, только в тех, которые едут по Северному Тель-Авиву, я думаю. Может быть, если бы они набирали в маршрутках, было бы лучше. А это чьи-то родственники. А вот вам еще одна маленькая, малюсенькая история. Да. Такой очень банальный ход. Первое мая приближается, сидим на планерке, надо сделать хороший репортаж. А у нас была Первомайская улица, очень красивая, Ленгерпорт проект ее заложил и построил. Немцы пленные строили. Ну, шикарная улица. И вот давайте возьмем, ну, в райкомах скажут, кого взять, чтобы был опять-таки вот... Ну, да. Как положено. Как положено. Мне достается человек со странной фамилией. Ну, мало ли. Я пришел к нему и... В общем, я... Столус-одинная фамилия. Нет. Я понимаю по разговору, когда мы уже с ним все, так сказать, обсудили для материала, я все его опросил, я понимаю, что он немец. По национальности немец. Я звоню редактору, говорю, Николай Петрович, а известно было, что вот он немец? Он сказал, Лазик Григорьевич, я не ожидал от вас такой незрелости. Мы государство, интернациональное. Сказал он мне. Я сказал, ну, я, конечно, я все понял. А у него была какая-то фамилия, я думал, что вообще к евреям идут. То ли Штерн, то ли... Стангенциркуль? Не-не, ну, такая вот расхожая. Шварц, Штерн. Ну, думаю, ну, может быть. Нет! Не надо. Нет. Он был немец. Израиль тоже интернациональная страна. Ну, по Волжье и Урал, там много было немцев, поэтому это не было, в каждом классе был как бы немец или немка, поэтому это не было из ряда вон. Но мне сделали строгое замечание, что я проявляю не зрелость, а вот советники премьера-министра зрелость проявили. Дай бог им здоровья. Дай бог им здоровья и нам тоже. Спасибо. Я бы, честно говоря, удивился, если бы миллионным юбилейным привитым оказался русскоязычный пенсионер, которому бы вручили квартиру от социального жилья. К чему и ведем. К чему и ведем. Знаешь ли. Да. Ну, увы. Научная фантастика – это в следующем веке. Это уже фантастик. Это другая статья. Спасибо. Спасибо, друзья, за этот откровенный разговор. Спасибо за воспоминания. Спасибо и вам, что были с нами. Всего самого доброго. Будьте здоровы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин